ян это первое твое видео youtube блогера на самом деле не запланированная поезд потому что у яны через два дня день рождения и и а ей приспичило купить пару каких-то ярких футболок да еще мы зайдем мобильный магазин а яна сделала мне подарок купила новый телефон теперь его нужно немножко приодеть а купить на него стекло защитное и купить чехол на часах у нас 1135 погода за бортом у нас примерно градусов наверное 25 мы одеты легко я на все с коротким рукавом ну я в такой на крахмале на рубашечке у меня каждый день день рождения до проснулся и уже хорошо уже счастливы поэтому сейчас пройдемся по городу покажем вам небольшую экскурсию и погуляем с вами по торговому центру все погнали забавные деревья да похоже на нашу акацию красиво да ты снимай но просто посмотри на эти листы такое ощущение как будто их стояли и вот так каждый листик натирали а это что такое комиксы аля прикольно здесь как как раньше помнишь такие были вырезала не вырезаешь соника и потом вырезаешь шапку шляпу ему и загинать вот эти белые и крепится для чего я купил потому что у нас есть я на зоо стилист с собаками поэтому можно тоже делать вот такие журналы с комиксами для детей прикольно поэтому журналом вдохновляться и потом это применять для себя не знаю как называются эти деревья да или носят ли они какие-то плоды но запах от них просто нереально как будто цветочная да и здесь у нас целая улица этих деревьев вот так они выглядят вот они но запах просто нереальный до торгового центра еще буквально пара минут час мы через мост вон за теми домами говорит пройти тут 10 15 минут уже 40 минут идем и еще пару минут если у Артема пару минут то значит это минут 20-30 красиво да эгей чудик подпишитесь на ее инстаграм так нам на ту сторону я так у нас тут светофоров нет догоняй 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 я не отстаем деловый сосновый запах тоже кайф так выглядит city mall big fashion да vacuum sacrih вот средний а потом будем уже преображаться holiness Какой? А вот, как у девочки. Вот вторая, у нее белая рубашка и розовый пиджак. Хочу быть преображением. Я хочу быть принцессой. Выбрала? Я буду картошку и рыбу. Ой, ну пирожку буду. Ну, Яна. Обед. Это не обед, это у нас поздний завтрак. Зашли вот в такую кафешку. Она как столовая, да, самообслуживание. Все это идут блюда. Ты просто берешь подносик, тарелку, нагружаешь себе что-то. Да, на любой вкус. Вот мы заказали себе тефтельки, пюрешка и вот такой вот овощной салатик. Артем рыбу себе заказал. Да, потому что без рыбы я не могу. И три таких мягеньких-мягеньких хлеба. Ай, кайф какой. А эта рыба как называется? Без понятия. Сейчас будем пробовать и все вам покажем. Ну, дай обратную связь. Как тебе? Тевтелька. Говяжая. Вкусная. Как знаешь, вкус ягненок из садика. Очень вкусная. Пахнет бомба. Да? Попробуй. Это очень вкусно. Курочка. Очень вкусная. Пальчики оближешь. Сейчас научу, как надо есть. А то ты скромнейся. Смотри. Кабачочки. Курочки. Хлебушек. Супер плотный поздний завтрак у нас получился. Этот завтрак нам обошелся в 19 евро. Плюс Яна у нас заказала еще кофе. Она без кофе, да? Ой, у тебя прикольная такая радуга за спиной. Да? Евро 70. Прикольно смотрится. Вот кофе. Вала. Приятно. Это дойч кофе. Дойч кофе. И дойч кофе у нас евро 70. Это местное черногорское кофе. Местное черногорское. С водичкой продается. За спиной потом посмотришь на камеру, у тебя прикольно. Радуга. Это я уже готова к покупкам. Умеешь из пенки усы делать? Да. Сначала водить его. Освежить вкусовые сосочки. Дойч кофе здесь вкусный, да? Очень вкусный. Смотри, какой контент наснимали. Покажи поближе. Влад. Узнаешь это? Да. Ламоту. Это кармическая цифра, благодаря которой нужно проявляться. Если ты не проявляешься, то твоя энергия идет в минус. И ты начинаешь болеть, страдать, депрессировать. Правильно? Поэтому контента будет выходить теперь очень много. Ян, маши пока этой столовой. У нас теперь рубрика преображения, а потом уже мобильная. У нас рубрика мобильное преображение. Жилетка классная, тебя сразу на входе встречают. Ткань дешевая, но сшита прикольно. Это типа лед, знаешь? Да. Ну очень крутая. Шорта. Зоо стилист. Да. Это тоже классный костюм. Классный, классный. Да. Но он черный. Да, такой не очень. А вот этот вот с черными волосами будет классно. Легкий, он легкий, легкий, легкий. Иди просто померяй. Просто когда его оденешь, у тебя состояние совсем другое будет. Знаешь что, иди просто одень и потом выйди. Покажешься нам в зеркало. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. А ну повернись. Класс. Прикольно. Лук номер два. Да. Ха-хо-хо-хо-хо-хо. Ха-хо-хо-хо. Заходи, не мешай работать. Мутерного смысла нет, да, заходить? Че? Пошли посмотрим чехол. Ну понятно. Ну понятно, как только что-то мне выбирать. Так, говорит, нет смысла. Пошли посмотрим чехлы. Человечек добивается всегда своего. Писка подносишь на вытянутую руку. Человечек добивается всегда своего. Человечек всегда добивается своего. Куда идем? Такое вот, оделось. Красивое? Ну так себе. Капелька какая прикольная. И сумочка. До свидания. О-о-о, розовая. Это файер из Европы, да? Да. А ты круто смотришься. Да? Угу. Я знаю, когда ты снимай почаще. Это ты все. Сними, сними. Вот, видишь? На что мы тут уже глаз положили? На круассан и мак. Я тебе предлагаю какой-то тортик взять вкусный. Добрый день. Раз. О-о-о, булочки. А? Тортики? Ого, большие. 3,10. О-о-о, ну шоколад. Либо вот такое в баночке, тирамису. Это сильно жирно. С Артемом пришли в дорогой ресторан. По дорогим заведениям тебе не это ходить. С виду только нормальный. Блогеры, Слав, не очень, да? Как это не очень? Ты что, ты что, в себя не веришь, что ли? Колезного тем-тем-то мало, да? Каким вкусом? Вишневая бомба. Бомба вот там. Дай укушу. Стаканчик такого не стали. Да, да, укушу. А из-за чего? Фух. Если честно, уже ушатался. По этим походам магазин. Щуки обгорели. Ян, покажись. Теннисистка. Да. Нашел себе один интересный аксессуар. Только не могу определиться с цветом. Есть красный и есть черный. Сейчас покажу. Вот такой у нас красный. И вот такая вот черная. Пасхальный зайчик. Будешь заходить, обрати внимание на сумки. Тебе такие понравятся. Да? Хорошо. Ох, платье красивое. Сумки просто. Огонь. Давай, говори. Думаешь, остановится или нет? 50 на 50. В общем, мы так торопились, спешили. Автобус уже выехал с автобусной станции. И вот теперь интересно, остановится он или нет. Витя, Артем нервничает бутылочку жанр. Полен, все это неинтересно. Город Подгорица нам очень понравился. Такой небольшой городок. По-домашнему все уютно едет. Вроде наш, а может и нет. Но он может не остановиться, если что. Остановился. А может и нет. Я сюда. А? Пала. Так. Бар, бар. Идем туда, усеемся. Оплачиваем. Подгорица-бар проезд стоит 9 евро за двоих. 4,50 за одного.